Поговорить о безопасности и сообщить о результатах работы регионального МЧС и Комитета области по гражданской защите населения решили ньюсмейкеры на пресс-конференции в Интерфаксе. В минувшем году зарегистрировано 46 происшествий на водных объектах. В 2012-м этот показатель был равен 61-му. На воде погибли 26 человек. В 2013-м году мы снизили по сравнению с 2012-м годом количество пожаров на 6,51%. Это достаточно серьезный процент. Количество погибших на пожаре снизили на 10 человек. Много ли ты мало? Давайте посчитаем. Это 10 человеческих жизней. Травмированных на пожаре на 7%, а количество спасенных материальных ценностей, наоборот, стало увеличено. Причина уменьшения количества пожаров – пропагандистская работа сотрудников МЧС. В школах проводят уроки пожарной безопасности, выпускают брошюры, стараются увлечь заботы о собственном здоровье молодых и старых. В планах на этот год развивать основные направления деятельности и сделать шаг вперед. Не устранять ЧП, а прогнозировать их. Мы должны перейти от системы оперативного реагирования на систему управления рисками. Когда мы можем моделировать и просчитывать те ситуации, которые могут возникать с большой вероятностью того, что она может возникнуть именно в этом месте, заниматься превентивными мероприятиями. Сотрудники МЧС сейчас работают на опережение, стараются выявить все возможные беды, которые могут постигнуть регион в этом году. Летом – аномальная жара и пожары, зимой – холода, весной – половодие. Сейчас мы разработали план, точнили силы и средства, проводятся совещания различного уровня, зная проблемные места области. Это южский район, холл у нас подтапливает. И власти, они на самом деле очень прорабатывают возможный сценарий, как делать, что делать, чтобы минимизировать это последствия, потому что все равно снег таять будет. Также в регионе созданы три зоны экстренного оповещения людей о готовящемся ЧП. Они располагаются в областном центре Кохме и Юрьевце. В этом году будет продолжена работа по усовершенствованию системы вызова специалистов по горячему номеру 112. Из областного бюджета на эти цели выделено более трех миллионов рублей.